Давайте сейчас посмотрим следующий сюжет. Оказывается, на российском пропагандистском телевидении запустили многосерийный документальный сериал про жизнь людей, потерявших конечности в так называемой этой спецоперации. В комментариях люди заметили, что все персонажи в фильме, как на подбор, а многие даже засомневались в правдивости. Обратите внимание. В поддержку спецоперации по защите Донбасса председатель и члены общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю сняли видеоролик. Рекламировать вторжение в Украину российские пропагандисты начали задолго до полномасштабной войны, но с ее началом на россиян хлынул настоящий поток патриотических роликов. И Россия, ругаемая всеми, исполняет священный свой долг. Ты, Россия, свой народ не бросаешь. Клипы, флешмобы, репортажи россиянам рассказывали о великой миссии ежедневно. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Но после объявления Путиным о мобилизации патриотический дух спал, а из соцсетей граждане начали удалять аватарки с флагами своей страны и другими символами вторжения. Уезжаете куда? В Грузию, не совсем. Вот и этот убежал. Уже не зная, как привлечь на войну в Украину россиян, власти решили выпустить этот пафосный ролик. Ой! Да, мальчики уехали, мужчины остались. Примечательно, что видео вышло после объявления Шойгу и Путиным об окончании мобилизации. Ролик может указывать о начале новых кампаний по призыву. Понятно, что такие ролики, они рассчитаны на такие примитивные эмоции. Типа, да, уезжает, уезжает, циклов, все такое, а мы вот остаемся настоящим мужчиной. Есть два болтуса с рюкзаками, значит, которые днем сидят на лавочке, нихрена не делают и, значит, никуда не уезжают. Они, правда, тоже потом уедут, но об этом в ролике не сообщается. Уедут они, скорее всего, в гробах домой после того, как их мобилизуют. Российский зритель щемящий посыл не оценил. Какой идиотизм. Такое стыдное пропагандистское видео. На кого это рассчитано? А вторая часть будет, где один из этих мужчин лежит в черном мусорном пакете, в канаве под Херсоном. А второй без руки и без ноги, живет на нищенское пособие и не может выехать на коляске из дома, потому что у нас в России нет пандусов. Через несколько дней после выхода этого видео в России выпустили новую агитацию. Сначала струне я оторвала ногу. Я ему говорю, ты что разлегся? Он на меня смотрит, говорит, ты что, дурак? Я говорю, в смысле, ты что, дурак? Я говорю, вставай, пошли. Он говорит, у меня ноги нет. Я смотрю, у него, правда, ноги нет. Российскому зрителю авторы документального фильма предлагают посмотреть на светлое будущее тех, кто возвращается с Украины к Олегой. В фильме прослеживается мысль, что жизнь с протезом даже лучше, чем со своими конечностями. И это вам поможет заглянуть на мир новыми глазами. История счастливых российских морпехов, которые убивали людей в Украине и теперь в России получили немецкие протезы, у зрителя вызвало вопросы. Многие в комментариях съемки назвали постановочными. Какой цинизм и промывание мозгов в действии? Господи, чтобы кто-нибудь им объяснил, что это их страна напала на другую, а не наоборот. С каждым днем заманивать россиян на смерть властям становится все труднее. Новые друзья, карьерный рост, бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства, а также статус ветерана боевых действий, а значит уважение. Саша, молодец, будь как Саша, запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему. Мобилизацию сейчас приходится проводить скрыто, чтобы не расстраивать россиян. Средняя продолжительность жизни российского призывника на фронте в Украине не больше месяца, говорят эксперты, а количество погибших идет на десятки тысяч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова